Деда Мороза Нагаевского сделал Гаевский Вячеслав Павлович. Сын почетного гражданина Видного, героя социалистического труда, в честь которого и названа улица. Лопатой собирал, вот таскал сюда и утрамбовал лопатой. Подымал, потом убирал все лишнее. Вячеслав Павлович убрал все лишнее, а погода, с которой невозможно договориться, внесла свои коррективы. Убрало на третий день стояние скульптуры. Дедушкину руку, например, да и вообще подразвалило изваяние. Автор Деда Мороза улыбается. Вопреки глобальному потеплению, вынашивает план о снежном тандеме. Следующей зимой рядом с дедом поставят и внучку. Опыт уже наработан. Вот это сын. Это в школе. Я так предполагаю, где-то, я не помню точно, год не зафиксировал. Ну, это где-то он 10 класс, наверное. Это дочь на 5 лет младше. Более 30 лет этой фотографии. Она свидетельство традиций снежных скульптур автора. Первые были для детей. В этом году к творчеству сподвиг внук. Промежуточные варианты были и с внучкой. Неизменно одно радость на улице от деда. Изобилие фотографирующихся на фоне. И просто помощники. Пришла совсем маленькая девочка с дедушкой. Как сказал дедушка, она занимается в изостудии. Принесла, так было трогательно, принесла краски с собой, небольшие такие баночки. Вот я хочу вам тоже помочь. Так на шубе в этом году появились звезды. Снежный дед – это 5 часов, проведенных на воздухе. Это легендарный дед, отец. Точнее его бюст. Результат годовой работы. Я для себя решил. Я кровь из носа, но бюст деда и отца сделаю обязательно. Сначала из обычного пластилина, который с наступлением лета потек, пришлось взять в руки пластилин профессиональный. Фотографий было немного. И фотографии в основном были, вот в профиль фотографий практически, ну две фотографии. В основном по памяти, когда работа была завершена, пригласил друзей и коллег отца. Они подтвердили, Гаевский старший похож. Безусловно, на лицо художественный талант автора. Винит маму. Она, мол, в послевоенные годы отдала заниматься живописью. В багаже теперь есть даже подготовительный класс Суриковской школы. Вот, к слову, восстановленный мамин портрет. Фотография – тоже страсть героя нашего рассказа. Есть такой, в Штатах есть заповедник Йеллоустоун. Это известный на весь мир вот этот Гранд-каньон, водопад. И мне посчастливилось там побывать и сделать вот эту фотографию. Макросъемка, ландшафтный дизайн, скульптура, акварель – одним словом, запасу энергии автора Деда Мороза. Только позавидовать. На вопрос «откуда?» – говорит. И с детства. И очень советует. Не бояться из него уходить. Даже если вам почти 70, планируйте свою встречу с Дедом Морозом. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.